Судебных приставов директор Оргаремгаза встречает как давних приятелей. В офисе руководителя компании они гости частые. В последние годы организация переживает не самые лучшие времена. От основного вида деятельности монтажа котельных пришлось отказаться. В разы сократили штат и теперь специализируются на ремонте газового оборудования. Но даже эти меры не помогают вовремя выплатить налоги. За год у компании накопился долг больше миллиона рублей. Мы совсем не злостный, не парламотельщик. Когда мы всегда были налоговой нашей инспекцией на хорошем счету. Но они знают нашу ситуацию. Платим штрафы, платим пени. А куда деваться? Мы не можем по-другому. Вернуть долг государству директор обещает, как только компания получит деньги за контракт от основного заказчика. А пока судебные приставы в очередной раз арестовывают часть имущества. Я информирую вас в том, что указанное имущество будет передал вам недвижимое под охрану. А вот в нефтегазмашресурсе представители исполнительной власти не ждали. Такой визит для предприятия стал первым. За минувший год компания, где разрабатывает оборудование для добычи газа и нефти, недоплатила в казну порядка трех миллионов рублей. Мне интересно, в связи с чем сложилась существующая задолженность и способы погашения. От задолженности с шестью нулями директор не отказывается. Причину объясняет спорная ситуация с налоговой инспекцией. А погасить долг обещает уже в ближайшие месяцы. Надеемся на то, что у нас в ближайшее время тут появятся контракты. И мы в любом случае из этих контрактов планируем в ближайшие месяцы все равно начинать погашение. В такие рейды судебные приставы выходят регулярно. Благодаря их работе в 2014-м государству удалось вернуть 2,5 миллиарда рублей. Итоги года главный пристав края подводит на встречу с губернатором Кубани. Ведомством Александр Кумиров руководит всего полгода. За это время удалось улучшить большинство показателей. Например, параллельно с увеличением налоговых поступлений, благодаря профилактике снижается количество золотных неплательщиков алиментов. Еще в 2011-м нерадивых родителей в крае было 38 тысяч. В прошлом году уже 30. Отметить хочу очень хорошую, эффективную работу ведомства под вашим руководством. Есть очень серьезный прогресс и по взысканию налоговых сборов, и административных штрафов, бюджеты всех уровней. Отмечу, что это всегда было на контроле краевой администрации. Тем более сегодня, когда в условиях кризиса нам нужны средства, нам нужны доходы. И, конечно, ваша служба, безусловно, делает очень важное дело. Это нагрузка, насколько я знаю, очень серьезная на каждого работника. В прошлом году вы рассмотрели порядка полутора миллионов исполнительных производств на сумму 200 миллиардов рублей. Это действительно очень серьезный объем работы. Он повысился, а значит и качество, ответственность сотрудников. 2014 год мы отработали удовлетворительно. Я вот так могу сказать, вы уже сказали, что большое количество на исполнении находилось. Но следует отметить, что порядком 19,5 миллиардов рублей взыскали судебные приставы и исполнители. Это почти на 4,5 миллиарда больше, чем в 2013 году. Неплохо мы отработали по взысканию платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации. В общей сложности мы взыскали порядком 4 миллиардов, 584 миллионов рублей. Из них более 3 миллиардов – это бюджет краевой. Одно из основных направлений работы судебных приставов Кубани также по-прежнему остается борьба с самостроями, доложил Александр Ткачеву, руководитель управления. Незаконное строительство домов и магазинов для края сегодня серьезная проблема, согласился губернатор. Такие постройки не только портят облик городов, но и подрывают экономику региона. В борьбе с самостроями нужно мобилизовать все силы, говорит Ткачев. И здесь, конечно, судебные приставы занимают ключевое место в этой борьбе. Поэтому прошу в этом смысле еще больше активизироваться. И сделать так, чтобы в крае больше никто не посмел даже подумать о том, что можно таким самовольным образом построить себе здание, офис, гостиницу, все что угодно. Особенно это страдает наша побережья. И должен понимать любой предприниматель, что он будет наказан. Достаточно жестко, не только штрафами, но и просто с носом. Жаля, значит, огромными потерями для бизнеса. Александр Кумиров рассказал, что большую работу их ведомство проделало перед Олимпиадой. При подготовке к зимним играм в Сочи снесли почти 2000 самовольных построек. Сейчас активно поделяем внимание и Краснодару, и Геленджику, и Анапе. Со всеми главами мы держим честный контакт. На сегодняшний день у нас из федерального бюджета выделены деньги на снос трех многоэтажных строений в городе Геленджике. Незаконные постройки, как и каждый случай с несвоевременной выплатой налогов и кредитов для краевой казны, сегодня особенно чувствителен, говорит Ткачев. В непростой в экономическом плане для страны период все усилия сейчас направлены на борьбу с кризисом. На каждом уровне власти разрабатывают свой антикризисный план. На счету в прямом смысле каждый рубль подчеркивает губернатор. Ощутимый вклад в эту работу вносят и судебные приставы. Ведь именно от них зависит немалая часть дохода в бюджет. Мария Крошина, Денис Москаленко, Денис Перец и Валерий Пятов, Кубань-24, Краснодар.